МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши выпускники. Номикову Екатерину Геннадьевну. Куровцеву А. Вячеславову. Безобразову Екатерину Анатольевну Ину Мартовну. Николаеву Елену Вячеславовну. АПЛОДИСМЕНТЫ Коробейникову Марию Ашутовну. АПЛОДИСМЕНТЫ Сверидру Оксану Владимировну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Астровенского Юрия Алексеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Кучку Юлию Васильевну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И дай Бог это послужим каким-то, там, поудобным, так сказать, не знаю, как сказать. В общем, это наш труд, я хотел сказать, наш труд, дай Бог не пропадет, и все же какие-то ростки того, что Вы посеяли Ваши души, все же как-то произрастет на что-то прекрасное. Дай Бог Вам всего самого замечательного. Я всем желаю большого счастья и творческого, и жизни. Доброе утро. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие выпускники, Вы выходите во взрослую жизнь. В них будут и взлеты, и падения, и удачи, и неудачи. Но хотелось бы, чтобы Вы приходили сюда, в лице, не только когда у Вас что-то не будет удаваться, засоветованы к своим металлурам, но и приходите тогда, когда чего-то Вы достигнете в жизни, когда будут счастливые, звездные моменты в Вашей жизни. Поделитесь радостью со своими преподавателями. Приходите в лице, и Вас всегда здесь будут ждать. Не забывайте о своих преподавателях. Всего вам доброго. Я не буду подсказать к микрофону, потому что я боюсь их строго попадет, слишком далеко. Он находится сейчас, я потеряю очевидно вот это состояние. Вы знаете, Вы, когда будете приходить в школу, Вы, прежде всего, показываете свои глаза, свои души, и общайтесь с нами так, как с самыми драгоценными людьми. И еще, когда Вы будете постарше, когда у Вас появятся замечательные дети, я очень бы хотел увидеть, какие они будут видеть. Не только, как они будут рисовать, не только, как они будут понять, не только, как они будут писать сочинения, или, скажем, какие-то составлять ответы по истории личных вещей. Я просто очень хотелось бы посмотреть на Ваше счастливое предложение. И еще, я всегда поздравляю всех драгоценных родителей, которые своими великими трудами, помыслами, тревогами, переживаниями, конечно же, порой даже отчаянием, но тем не менее, помогали вам учиться в нашей школе. Я радуюсь за Вас, за всех. Я благодарю еще раз, что мы были вместе. Спасибо. 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 А ты мне нашли в классу. Я хочу вручить этот сей дар. Большое спасибо Вам большое. Спасибо, что жертвуете. Спасибо. Спасибо. и периодически. И при этом, с того, какими же интересными, любопытными, любопытными, какими вы были на протяжении этих полутора, конечно, непосредственно. Ребята, во-первых, предложили меня извинить, потому что у меня ещё, как говорится, тепло и боль моего прошлого года выпуска ещё не прошла, но ввиду того, чтобы все мои дети, потому что мы с вами поступали в школу, поэтому я имею право выступить, обратиться к своим детям, потому что те были очень-очень родные, а вы тоже родные и любые. Я что хочу сказать вам? Я вот сейчас хочу сказать не как, в смысле, вот педагог, кто-то у меня там со мной был, я хочу выступить как спортсмен. Запомните, у вас труд очень и очень тяжёлый и очень похож на нас, спортсменов. Самое главное, вот что вы умеете делать, что вы достигли, вот самое главное, вот это, не растерять. И не растеряться в жизни. Тогда у вас очень здорово получится. Поверьте, что я говорю именно то, что я это прошла. Я имею много рекордов в Советском Союзе. Если у вас тренировка была в одном, ваш тренировок, что вы писали. Вы тоже не зря эти годы прошли. И вот самое главное, что бы ни было, а вам будет много, как говорится, встречаться, и препятствий и всё. Самое главное не потерять себя и доказать всем. И самое главное нам, вот нам, простым смехом, нам нести радость, потому что вы искусство. И вот приходишь, вот я вам скажу по-честности, одну, двадцать первый год, как я в этом лицее работаю, и скажу откровенно, ну это в основном рабский, даже культура касается, вот у меня дома гимсовый портрет. Стоит хороший. И когда я очень сильно устаю, а я могу уже уставать, у меня мужа много лет, и я вам прикажу домой, а у меня в комнате есть очень много живописных работ, которые подарили мне очень люди. И выйдите, я вот, мне конюлю душой. Два часа лежу на кровати, и смотрю на работу. И после этого, ну как вот, поднимаюсь, и всё. И жизнь начинается с начала. Вот я хочу, чтобы нам всем людям вы отнесли вот такое счастье. Всего вам самого наилучшего. Успехов. Не расстраивайтесь. Милые мои, дорогие мои, я вас поздравляю с успешным окончанием школы. Оно на самом деле успешное, поскольку два года тому назад я и не подозревала, не прогнозировала, что будет такое хорошее завершение, поскольку, ну судя по результатам первого полгода, я рада за каждого из вас. Получив аттестаты зрелости, вы вступаете во взрослую жизнь. Каждый будет распоряжаться своей судьбой, как ему хочется. Но жизнь преподносит такие неожиданные сюрпризы иногда, такие повороты, и вам главное не растеряться. Кому-то повезет, а кому-то нет. Но я в данный момент каждому из вас желаю, чтобы вы все поступили туда, куда вы выбрали себе дорогу, куда вы хотите, в какой вкус хотите поступить. Но я сказала, что я рада за каждого из вас. Но я говорю, что мне вообще-то поживки симпатичны, более симпатичны люди, которые, ну честные люди, активные, добросовестные, трудолюбивые. А у меня в классах были такие ученики, на самом деле, самотверженно. Они работали все эти годы. И особенно я буду болеть за них. Особенно сильно буду за них болеть, потому что вообще парадоксально, но в нашей стране почему-то честным людям очень трудно пробивать себе дорогу. Это как-то парадоксально, конечно. Но вот хитрый человек, он как-то найдет всегда лазейку, выход найдет, всегда найдет. А вот честному человеку почему-то трудно. И дай Бог, чтобы вы все поступили. Дай Бог, чтобы вы не разочаровали. Конечно, я знаю, что вот есть сейчас люди, которые немножко разочаровать. Именно эти люди, трудолюбивые. И главное, какое бы ни было разочарование, главное, чтобы вы оставались людьми. И еще хочу сказать, что я еще на последнем знаке говорила, что вообще пусть у каждого из вас, у каждого из вас будет, найдется доброе начало. Доброе начало начинается тогда, когда это начало доброе. Это значит, что будет совершить какое-то нравственное усилие. И какой-то минике, я не помню, человек сказал, что добродетель начинается там, где, в общем-то, начинается есть усилие. И что такое вообще творить добро? Это нож очень тяжелое. Но вообще, что такое творить добро? Это значит жертвовать собой. Это значит с кем-то поделиться. Это значит помочь кому-то, простить человека, утешить, сказать какие-то слова добрые. И это не всегда, не всем дается. Ну, я знаю, что у меня есть люди, у кого есть добродетель. Ну, а таких вот, может быть, немножко не хватает. Дай Бог вам силы, чтобы вот этот добродетель нашлась у всех, у каждого из вас. И еще. Я недалеко то время, когда каждый из вас уже подумает о семейной жизни. Я в этом жизненном шаге, я желаю каждому из вас везения, желаю удачи, желаю большой любви, взаимопонимания. А я буду ждать приглашения на свадьбу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, как бы вы ни пошли, я в общем-то буду всегда в моменте оставаться вашим успехом. И я буду всегда рада видеть вас. Я буду рада, если вы мне будете звонить, если будете приходить. В общем, спасибо вам, что вы ездили и спасибо вашим радикам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да я сейчас положу тебе. А, тебя же есть. Да ничего. Тут темновато, да. Давайте я вас чуть-чуть беру. Пойдем сюда. Прямо как телевизор. Можно что-нибудь сказать. Там уже идет веселье вообще. Спасибо.